США и Британии, кто кого курирует и главное стратегические цели каждой из сторон. Секретные материалы оказались в Москве благодаря вооруженному перевороту на Украине и бывшему главе службы безопасности Бориса Березовского. Это было место непуганных идиотов, простите за выражение, где можно было совершенно размещать почтовые сервера. Рекомендовало это те кураторы Центрального разведывательного управления, которые курировали в целом проект. Мы в то время вывезли около 60 серверов, на которых собрано огромное количество переписки и огромное количество документов. И есть абсолютные доказательства, что бы сейчас и сказал Навальный, и что бы сейчас и сказал Браудер. Есть абсолютно четкие совершенно доказательства их связи и их деятельности. Среди сотен тысяч файлов переписка в Скайпе, электронная почта, агентурные донесения сотрудников Центрального разведывательного управления и секретной разведывательной службы Великобритании, известной больше как Ми-6. Каждый документ сопровождается номером и грифом конфиденциально. 23 декабря 2007 года. Главе секретной разведывательной службы от А. Белт. Отчет агента Соломона об окончании изучения Навального и присвоении ему псевдонима Фридом. Состоялся разговор по зашифрованному каналу связи между сотрудником СИС и агентом Соломон. Агент получил согласие на конфиденциальное сотрудничество с Алексеем Навальным. Навальному необходимо организовать финансовую поддержку для выполнения его задач в рамках специальной операции «Дрожь» по подрыву действующего конституционного строя в Российской Федерации. Навальному присвоен псевдоним Фридом. Агент А. Белт. Агент Соломон. Это уроженец США, сменивший американский паспорт на британский Вильям Феликс Браудер, глава фонда Hermitage Capital, мастер самопиара, вдохновитель акта Магнитского и признанный судом мошенник, сколотивший сотни миллионов долларов в России 90-х. Агентурный псевдоним Браудеру, судя по донесениям, присвоили еще до появления фонда и переезда Браудера в Москву. 12 июля 1995 года. Я осуществил конфиденциальный контакт с Вильямом Феликсом Браудером. Во время нашей беседы мистеру Браудеру был дан позывной «Соломон» – Мартин Флинт. Кто стоит за подписью Мартин Флинт, доподлинно сказать невозможно. Хотя это имя уже звучало в деле Александра Литвиненко, умершего при странных обстоятельствах в Лондоне, уволенного сотрудника ФСБ. Как раз человек, называвший себя Мартином Флинтом, общался с Литвиненко и еще с одним бывшего российским силовиком, Вячеславом Жарко. Флинт утверждал, что он бывший военнослужащий, хозяин консалтинговой компании, связанной с Россией. Общались, скорее всего, на русском языке. Александр Литвиненко английского не знал. Впрочем, и не требовалось. Англичане были готовы платить за фантазии. У меня не было на тот момент допуска к каким-то секретным документам. В тот момент времени я уже не работал в каких-либо закрытых организациях в нашей стране. Таким образом, я не мог физически предоставить каких-либо секретных данных английским спецслужбам. Ну, а если люди за это платили, если английские налогоплательщики оплачивают труд моего, как бы моих фантазий, то я не против. О специальной операции «Дрожь» на английском она звучит как «Квейк», которой, судя по всему, привлекли агентов «Фридом» и «Соломон», впервые рассказал Паскаль Наджади. Гражданин Швейцарии, банкир и инвестор, который после разоблачений Сноудена перенес все серверы своей финансовой империи под российскую юрисдикцию. Браудер – агент ЦРУ под кодовым именем «Соломон». Он был завербован американской разведывательной службой с целью дестабилизировать ситуацию в России в ходе операции «Квейк». Уильям Браудер нанял Навального, и тот тоже стал участником операции ЦРУ. Следовательно, Браудер и Навальный – непосредственные участники кампании по разрушению России, которая продолжается до сих пор. «Дрожь», по словам Наджади, разработана в Ленгли еще в 1986 году. На титульном листе «Главная цель». Документ подписан тогдашним директором Центральной разведки США Уильямом Кейси. Изменения конституционной и политической системы в Восточной Европе и в СССР. На второй странице задачи расписаны подробно. Изменения в политической и конституционной системе государств. Достижение контроля над финансовыми потоками и извлечение активов из экономик развивающихся стран. Приведение мероприятий под общим кодовым названием «Дрожь». Советский Союз разрушен четверть века назад, но операцию, вероятно, не свернули. Россия, ставшая правоприемницей СССР, излишне самостоятельна, а значит, игру против нее останавливать нельзя. Браудер распространяет ложь, и вся его компания основана исключительно на лжи. Навальный является его учеником и продолжателем всех его идей. Они отчасти работают вместе, они работают параллельно, они совершенно смотрят в одну сторону. Бывший следователь ГУВД Москвы Павел Карпов – один из тех сыщиков, кто разворошил осиное гнездо Браудера. Вскрыл схему ухода от налогов и незаконной скупки акций в России под крышей фонда Hermitage Capital. Карпов не знаком с секретными утечками, но одинаковый почерк Браудера и Навального очевиден сыщику и без них. Алексей, добрый день. Заочно нас представили друг другу. Был бы рад продолжить знакомство в форме переписки, если вы не возражаете. Я человек, который возглавляет Hermitage Capital. Дорогой мистер Браудер, добрый день. Я рад знакомству, пусть и в такой форме. Мне приятно ваше внимание, но не очень понимаю, зачем я вам нужен и как мы можем сотрудничать. Алексей, общение неофициальное, и можно обойтись без мистер Браудер. Уильям или Билл? За интернет именами – Вилл Принц-1 и Фри Ди-Эм, Уильям Браудер и Алексей Навальный. Причем Фри Ди-Эм как раз сокращение от Фридом – псевдонима, упомянутого потом неоднократно спецслужбами. Первые контакты будущих партнеров – февраль 2006 года. Переписка на английском языке. Браудер в то время уже больше года не въездной в Россию. Навальный – молодой активист московского отделения партии «Яблоко». Дорогой Уильям, где вы и где я? Я не очень понимаю, о чем идет речь. Алексей, вы способный, смелый, амбициозный человек. Я думаю, что вы способны делать то, что я называю «Harmitage Effect». Это способность донести до аудитории смысл происходящего таким образом, чтобы это влияло на общую обстановку и систему принятия решений. Браудер рассыпается комплиментами в адрес Навального и уговаривает заняться вместе с ним гринмейлом. Так называют корпоративный шантаж. Навальный долго сомневается. Браудер – настойчик. Давайте я предельно откровенно сформулирую то, что я хочу предложить. Я научу вас держать за яйца монстров российской экономики. Скоро вы станете героем миноритариев и сможете сделать себе репутационный капитал. Возможный капитал политический. В замену я попрошу вас поддержать меня, когда мои проблемы выйдут наружу. Я ясно выражаюсь? Ваша информация в обмен на мою потенциальную лояльность. Тем не менее, я боюсь, что вы ставите не на ту фигуру. У меня даже в партии могут начаться проблемы. Там я кажусь националистом. Национализм Навального Браудер в переписке иронично называет неплохой инвестицией. Спустя полгода уговоров глава Херметич добивается нужного ему результата. Допустим, я согласился. С чего-то ведь надо начинать. Каково ваше видение? У меня есть отличная и достоверная информация о махинациях в ВТБ. Это отличный старт. Следом инструкции идут одна за другой. Необходимо приобрести пакеты акций крупных компаний, чтобы оказывать на них давление. В списке «Газпром», «ВТБ», «Роснефть», «Сбербанк», «Сургут», «Нефтегаз», «Лукойл». Уильям, спасибо за совет. Но чтобы воспользоваться им в полной мере, мне, как вы понимаете, кое-чего не хватает. Очевидно, что в этом письме речь о деньгах. Проблем не будет, обещает Браудер. С вами свяжется господин по фамилии Ашурков. Позже банкир Владимир Ашурков расскажет, что стал помогать Навальному, якобы, прочитав записи в его блоге. Блогер Навальный действительно быстро набрал обороты. В качестве миноритарного акционера он купил небольшие пакеты акций главных российских корпораций, устраивал скандал за скандалом менеджменту компаний. Из яблока Навального исключили в конце 2007 года то ли за националистические взгляды, то ли из-за конфликта с лидером партии Григорием Явлинским. Впрочем, Гринмейл, исходя из донесений, оплачивался куда лучше, чем партийная работа. Да и популярность в интернете росла после публикации Навальным информация о нарушениях, якобы имевших место, в российских компаниях. 22 января 2008 года агент Фридом был ознакомлен с первым этапом секретных мероприятий по обличению фактов коррупции и хищения российских государственных активов. Для реализации первой фазы плана агенту Фридом выделено финансирование в размере 100 миллионов рублей. Первая часть денежных средств в размере 7 миллионов рублей будет переведена нашему доверенному лицу из московской хейсинской группы до 26 января. Агент Абел. К этому времени Херменточ Кепитал полностью свернул работу в России. Папка с уголовным делом о неуплате налогов становилась все толще. Основные сотрудники фонда выехали в Лондон к Вильяму Браудеру. Подчищать хвосты в Москве оставили аудитора Сергея Магницкого. Вот говорит, адвокат Браудера, но это ложь откровенная, он был бухгалтером, который занимался уходом от налогообложения у Браудера, то есть, когда выгибли эти компании, через которые выводились деньги. То есть, в данном случае, как мне рассказывал сам Магницкий, что деньги, уведенные эти миллиарды, были его непосредственным шефом, как я потом узнал, что это господин Браудер. Офшорные схемы Браудера конца 90-х были крайне агрессивны. Например, калмыцкая офшорная зона. Браудер знал, что он будет вовлечен в судебное дело в связи с уклонением от уплаты налогов. Он знал, что его будут вызывать в прокуратуру. Поэтому он готовил себе отступные в виде пиар-компании на Западе. Теперь он может сказать, посмотрите на меня, я политический беженец, они преследуют меня, потому что я отстаиваю права российских налогоплательщиков. Права, которые раньше его мало интересовали. Французский предприниматель Эрик Краус работал в Москве примерно в то же время, что и Браудер. Калмыцкие схемы – это способ уйти от налогов. Браудер открыл в Калмыкии, тогда, внутрироссийском офшоре, подставные фирмы ООО «Сатурн Инвестментс», ООО «Дальняя степь». Курировал их работу как раз бухгалтер Сергей Магницкий. Нанимал на работу финансовых аналитиков. Инвалидов, чернобыльцев, афганцев, людей, страдающих ДЦП. Благодаря этому Херментач получал фантастические налоговые льготы. Вот, например, один из сотрудников Браудера – Эртни Бадыков, инвалид третьей группы из поселка Ики-Буру. У афериста Браудера с математикой все в порядке. Используя лазейки в законах, подделывая документы, он платил вместо 35% налога на прибыль всего 5,5%. Кроме того, сплел сеть из российских и зарубежных офшоров, подставных компаний, которая позволила ему вместе с партнерами незаконно скупить 7% акций «Газпрома». Иностранцам в то время для покупки акций российских гигантов требовалось разрешение. У Браудера, все время находившегося в России, исключительно под туристической визе, его не было. Человек, который придумал Сергея Магнитского, придумал разоблачителя Сергея Магнитского, очень рад, плясав на костях умершего, даже молодого человека, который попал-то в тюрьму благодаря махинациям Браудера, выполняя задания Браудера, зарабатывая на жизнь, то есть выполняя команды Браудера. То есть Магнитский не раскрыл преступные схемы, как говорил о том Браудер, а наоборот, по заказу Браудера активно создавал их. Именно ОО «Дальняя степь» стала центром скупки акций «Газпрома». Отсюда из Калмыкии Браудер вывел в зарубежные офшоры более 37 миллионов акций газового гиганта. Конкурсный управляющий «Дальней степи» Александр Долженко был призван для того, чтобы правильно обанкротить фирму, уничтожив следы махинаций. Это фрагмент его допроса. В конце ноября, начале декабря 2006 года ко мне обратился человек. Он подошел ко мне и попросил провести процедуру банкротства по формальным признакам. Я точно знал, что в отношении его «Дальняя степь» идет работа по линии правоохранительных органов. А он как-то не говорил, кто его там уполномочил? Да, он делал ссылки. Такие фамилии звучали, как Браудер, Магницкий. Ну, в принципе, фамилии Браудер, Магницкий на тот период в Халмыкии были довольно известны. Я только эти фамилии слышал. 24 ноября 2008 года Сергея Магницкого арестовали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. На следующий день, исходя из скайп-переписки, Браудер сообщил об этом Навальному. Алексей, ну вот теперь мне нужна ваша поддержка. Сергея арестовали. Ему будет очень тяжело. Уильям, сочувствую искренне. У нас в стране любят тех, кто страдает. Я не говорю, что страдания Сергея ваш козырь. Но чем больше о страданиях будут знать журналисты и люди, тем меньше они будут вдумываться в суть происходящего. Хермитедж-эффект, как вы и учили. Эффекта Хермитедж Браудер пытался добиться развернутой на Западе и в России компании в защиту своего аудитора. Цель компании – сделать черное белым. Браудер утверждал, что Магницкий не только невиновен, но и раскрыл схему хищений государственных денег силовиками. И за это оказался в тюрьме. Но шума в прессе, судя по агентурному донесению, спецслужбам показалось мало. 20 сентября 2009 года состоялся разговор между агентом Соломон и сотрудником Ми-6. Дальнейшего роста общественного резонанса уже не будет, если мы не внесем коррективы в планы проводимых нами специальных мероприятий. В своем сообщении агент, основываясь на имеющейся у него информации, отметил ухудшение здоровья Магницкого. Агенту предложено через доверенных лиц в пенитенциарной системе России организовать прекращение какой-либо медицинской помощи Магницкому. Ухудшение здоровья будет обозначено как врачебная ошибка, которая может привести к его смерти. Прошу уделить особое внимание этой информации. 16 ноября 2009 года аудитор Сергей Магницкий умер в больнице-изолятором «Матросская тишина». Браудер тут же объявил, что его адвоката подвергали пыткам и не оказывали ему медицинской помощи. Никаких доказательств глава Хермитыч при этом не привел. Единственный человек, предельно заинтересованный смертью Магницкого, это Браудер. Он из нее сделал супергешефт, да, отмылся сам, перевел стрелку с себя на других, да, и он заткнул рот Магницкому, который начал говорить, он начал сдавать Браудера. И в этот момент он исчез. Смерть Сергея Магницкого и время его смерти были, можно сказать, именно тем, что было нужно Браудеру, так как в ходе международного расследования по делу о махинациях Браудера показания Магницкого были бы чрезвычайно ценны для дальнейшего судебного преследования этого человека. В мире до сих пор нет ни одного судебного решения, где смерть Магницкого была бы названа убийством. Вы Браудера видели кого-нибудь? Нет, к сожалению, или к счастью. К счастью или к сожалению? Не знаю. Я бы очень хотел его увидеть, на самом деле, в суде, но, к сожалению, получается, что он играет на пиар-площадке, я играю на процессуальной площадке, да, то есть мы не пересекаемся. Мистер Браудер демонстрирует фантастическое нежелание идти доказывать что-либо в суде. Мистер Браудер утверждал, что он стал жертвой мошенничества, которое совершили против него власти России. Проблема в том, что ни одно из этих обвинений никем и никогда не было доказано. Слушания по делу с участием мистера Браудера не проводились. Поэтому та кампания, которую проводит на Западе, мистер Браудер не имеет ничего общего ни с юриспруденцией, ни с законом. Это чистый пиар и политика. Лоббистские усилия Браудер сосредоточил в США. Через сенатора-демократа Бена Кардина, а тогда еще госсекретаря Хилари Клинтон, продавил в Конгрессе персональные санкции в отношении лиц, которые, как считает Браудер, причастны к смерти аудитора. В его русофобской борьбе, безусловно, он тратит не свои деньги. Это деньги, которые ему уделяют четко на работу против Российской Федерации. Это очень большие деньги. Я полагаю, что это не меньше двух миллиардов долларов в год. Через два года санкционный список Магнитского стал американским законом. Российские оппозиционеры зачастили в Вашингтон с благодарностями Конгрессу. Я очень поддерживаю вас в вашей работе по делу Магнитского. Это очень важно для нас, поверьте. Как дела? Рад вас видеть. Празднуем появление закона. Будем надеяться, он будет эффективен. Так, все. До свидания. До свидания, дорогой. До свидания. Частная жизнь началась. Акт Магнитского подменяет собой то, что должно быть решено в рамках судебного разбирательства. Его действие таково, как если бы Конгресс США или другой парламент взял бы на себя функции суда решать, кто виновен, а кто нет. В России информационной кампанией в поддержку акта Магнитского занимался Алексей Навальный. Я считаю, что список Магнитского обязательно должен быть принят. Это право-российский закон. 23 января 2010 года Саш сообщает о встрече с агентом Фридом, во время которой он передал агенту 300 тысяч долларов США на предстоящую программу поддержки списка Магнитского в социальных сетях. Также в отчете агента Саш сказано, что проект, связанный со смертью Сергея Магнитского, уже на начальном этапе сильно подорвал доверие российских граждан к судебной и правоохранительной системе России. Это приводит к нарастанию хаоса в российской судебной и правоохранительной системе, снижению ее авторитета и снижению авторитета Владимира Путина, агент Абелт. К донесению прилагается двухстраничный список людей, которых предложил включить в акт Магнитского сам Навальный. Как видно, отведенная ему браудером роль блогера-корпоративного шантажиста удовлетворяла амбиции все меньше. Скружила голову и учеба в 2010 году в Ельском университете в США, куда Навальный отправился по рекомендации в том числе и Гарри Каспарова. Блогер прошел курс для иностранцев по программе подготовки лидеров. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Впрочем, от политической деятельности юристы Хернтеч Кэпитал Навального предостерегали. Накануне и во время протестов на Болотной площади он стал получать электронные сообщения из Лондона чаще. Общались с нами совершенно нормально, нам не угрожали. 20 октября 2011 года. У нас свои задачи. Билл просит вас быть осторожнее. Настоятельно не рекомендуем вмешиваться в процесс выборов. Это не ваша задача. Наблюдение, освещение – да, протесты – нет. 28 октября 2011 года. Давайте пока не будем углубляться в политику. Это следующий этап. Гораздо интереснее и важнее работа с миноритарными активами, которая расшатывает финансовую систему изнутри. Поверьте, финансовые скандалы гораздо ощутимее политических. Палаточных городов у нас будет ещё много. Навальный, тем не менее, участвовал в уличных акциях оппозиции. Один за всех! И честно, одного! 8 апреля 2012 года. У нас достаточно мало информации про реальную российскую оппозицию. Отдельные фигуры знаем, но кто за ними стоит, представляем плохо. Хотелось бы больше фамилий и локаций. Сведения о предыдущей акции очень противоречивы и неполны. Составьте хотя бы список выступающих. Их очерёдность и общественную значимость в ваших глазах. Серж будет у вас в конце недели с подробными инструкциями. Навальный, который хотел в этот момент так всё активизировать, чтобы можно применить репрессивный аккорад, конечно, для Браудера провокатор. Потому что Браудер же хочет, чтобы волна наросла медленно. Он грамотный человек. Он понимает, что надо всё время мирно, мирно, мирно до предела. Там, глядишь, что и получится. А не таким способом репрессий. Потому что тогда аппарат ответит. И всё будет кончено. Что же касается того, что не вышло, тогда возникло так называемое гражданское сопротивление. И вдруг оказалось, что есть площадь на площадь. Упоклонная на болотную. И этого никто не ждал. И оказалось, что большинство населения, которое поддерживает Путина, и стабильность уж конкретно ненавидит всё то, что связано с Касьяновым, Шендеровичем, Немцовым и так далее. Отдельная большая спецоперация Вильяма Браудера и Алексея Навального информационная атака на генерального прокурора Юрия Чайку. Интернет наводнили разоблачение якобы незаконного бизнеса сыновей генпрокурора. Я против меня перед этим, что обыски в фирмах Браудера на Кипре, в офшорах, то есть это было давление. Тут же выходит фильм «Чайка», тут же выходит информация у Навального, которая, как сейчас уже выяснилось, ни на чём не основана. Но она изначально была ни о чём. Фильм по «Чайке» сделан под копирку, как и все остальные фильмы. Быстрый и красивый видеоряд, который интересен зрителю. Якобы псевдоразоблачение. После выхода этого фильма и после того, что... После анализа, который я провёл, тех действий, которые были совершены сотрудниками Следственного департамента на территории Республики Кипр, а именно, они пытались провести следственные действия, они проводили следственные действия в одной из компаний, которая занимается сопровождением офшорных компаний. Как раз и появился данный фильм про «Чайку». Поэтому связь Браудера-Навального, она очевидна. Вот они не скрывают своего общения. Незадолго до публикации фильма в интернете Алексею Навальному позвонил беглый депутат Государственной Думы Илья Пономарёв, обвиняемый в России в растрате денег фонда «Сколково». На морю? Да. Алексею Ватанову, Арнитолога подошлёшь? Тебе... Мы спросили, перейдите. Скидь, дальцеварь, пишите. Блин, б***ь, только страсть. Очень надо сделать то, что раньше не удалось. Казино, знаете, помнишь? Прокурор, что ты скидь? Нет. Б***ь. Есть люди, которые считают, что очень приулитит. Поднакопилось бы нормально. Так что тогда сам компаний продолжать, чтобы для отчаянного продукта гиблилить. Тебя деталью начинешь, а там же с точки возврата пойдёт. Стали деталью, но мясо не будет. Мясо не будет. Мы вообще... Мы вообще потянем, а вот он родился. Потянем. Это же твоё главное расслеживание года. Ну, хорошо, скидь же. Смотри. И там опять про детей шкурят. Ну, правда, там уже не кусок твой конец. В интервью нашему телеканалу Илья Пономарёв факт этого разговора не признал. Можно в фухотропе сотрудничество с Навальным? Да нельзя, потому что, то есть, это наши личные взаимоотношения. Были ли какие-то у вас совместные проекты, обсуждали ли, если когда-то были? Нет, не было. Разговаривали вы по дискредитации прокурора? Предлагали вам принять участие? Меня? Нет, я не имею сейчас никакого отношения к вот этим внутрироссийским разборкам. Алексей Навальный отказался отвечать на любые вопросы нашего корреспондента. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Вы что за... Ответи, пожалуйста, по-моему, на поводу. Нет, я сейчас занят. Алексей Анатольевич, здесь. В офисе Вильяма Браудера в Лондоне появление российских журналистов и вовсе вызвало панику. На проходной сначала вежливо сказали, что никого не ждут. Следом заблокировали все двери, на окна упали глухие жалюзи. Я сейчас к тебе не захожу, да? Я встал. К зданию мгновенно приехал полицейский наряд. Браудер любит эффекты. Даже офис у него в сотне метров от шумной Пикадилли на площади Голденсквер. Кабинет главы Херментыч Капитал на третьем этаже с большими окнами с видом на тихий парк. В прошлом инвестиционный консультант Браудер теперь рисует себе имидж едва ли не главного борца с коррупцией в России. На то, что Вильям Браудер, заочно осужденный на 9 лет колонии мошенник, укравший налогов на полмиллиарда рублей, здесь, в Лондоне, предпочитают закрывать глаза. Такой Браудер Лондону не нужен. Борец с коррупцией звучит респектабельно. Примечательно, что учетные записи Браудера и Навального в скайпе, где они начали общаться в 2006 году, действуют по сей день. Дозвониться до абонентов не удалось.